Здравствуйте! В эфире Большая Олбест, программа о том, что нас связывает помимо огромной территории. Студия Андрей Жилин, сегодня выпуски. Включают музыку на полную громкость, смеются, на замечания не реагируют. Водители и кондукторы автобусов на дымо против подростков-хулиганов. Долгая дорога до Каштырлы. Жители Тюменского района требуют, чтобы путь к их деревне привели в порядок. Золотая собака. Жительница Тобольска отдала мошенникам 7,5 тысяч рублей за щенка йоркширского терьера, но так и не дождалась питомца. Спасение рядового кота. Журналисты телекомпании «Ямал» вызвалили животное, просидевшее пять дней на опоре лэп в Салихарде. Еще месяц назад одной из главных тем на юге Большой области был паводок. Затопление, борьба со стихией, взаимопомощь. Это все входило в ежедневную сводку событий. Теперь вода пришла на северные земли, в Фантемансийский округ. На территории Югры затоплены 1171 приусадебный участок, 125 дачных домов и 9 жилых домов в садовых товариществах Нижневартовска, Лангипаса, Мегиона, Березовского и Нижневартовского района. О том, что предпринимают власти и какова вообще ситуация, корреспондент окружного телеканала «Мегаполис» Ирина Чупина. В окружном МЧС усиливают меры безопасности против половодия. Нижневартовский для эвакуации людей готовы выделить до 10 автобусов. Уже развернут пункт временного размещения на 230 человек в 34-й школе. Еще два пункта временного размещения находятся в резерве. Для жителей подтапливаемых поселений Нижневартовского района организовали доставку продуктов и медикаментов. Развернуты мобильные спасательные пункты, куда граждане могут приходить. И такие уже факты есть. Обращаются по адресной помощи, вывозе имущества, животных и, конечно же, наказание всяческой всесторонней помощи. За сутки уровень воды в Абии поднялся на 1 сантиметр и составил 962 сантиметра. А Новосибирская гидроэлектростанция начала сброс воды из водохранилища в реку Обь. Время дохода сбросов до Югры порядка 19 дней, говорит Вадим Татаренков. То есть понятно, что в первую очередь там растекается непосредственно Новосибирская, Томская область. Но если и там вода высокая, а это высокая вода, то есть ей уже, грубо говоря, в пойме там негде растекаться. Понятно, она потихонечку проходит в наше направление. И еще раз говорю, в совокупности, мне кажется, это моя субъективная, не гидролог я, но все вместе вот и дает такие высокие уровни воды. В Верховьях Аби вода в приточных реках, которые находятся на территории нашего региона, уже пошла на спад. Со следующей недели большая вода должна отступить. Ирина Чупина, Кирилл Охотников, Дмитрий Седов, окружной телеканал Мегаполис. Да и мало большая вода пока не дошла, там и без этого есть чем заняться. Например, в Надыме вышла на первый план проблема поведения в муниципальных автобусах. Кондукторы и водители прямо называют некоторых пассажиров хулиганами, а те, в свою очередь, говорят, что у пассажиров тоже есть свои права. Кто прав, кто виноват в этих конфликтах? Корреспондент радиокомпании «Надым» Денис Долгов. Хулиганами работники автотранспортного предприятия называют подростков, которые шумят, балуются, громко слушают музыку, ругаются. Нередко из-за этого возникают стычки с другими пассажирами. Подобные выходки нервируют и водителей общественного транспорта, которые в это время должны следить за дорогой. Буквально вчера у меня было с этой музыкальной колонкой тоже. Зашли человек 15 детей, девочки, мальчики. И полный звук. Вот это есть. Потом взрослые начали замечания делать им. Они смеются, ха-ха, ху-ху, не подчиняются абсолютно. Не понимают, что взрослые замечания делают. Вообще такие. Ну, есть и воспитанные дети, есть. Очень мало. В автобусах, где есть кондуктор, хулиганы ведут себя куда скромнее. Контролеры не только получают оплату за проезд, но еще и вынуждены успокаивать некоторых пассажиров. Ну, потому что кондуктор хотя бы имеет время, чтобы успокоить всю эту братью, которая визжащая забежала. А водителю этим некогда заниматься. Ему нужно за дорогой следить. А у нас только два автобуса с кондукторами, да. Поэтому фактически все водители страдают от того, что дети там вот что хотят, то делают у нас в автобусах. Надежда Осадчук не раз усмиряла нарушителей порядка. Был случай, когда ей нагрубили. Так она провела целое расследование, чтобы найти и призвать обидчиков к ответу. Просто уже действительно не то, что нахамили, уже и матом ругались, и все, и что хотим, то и делаем. Вот сфотографировала на телефон и пошла в школу. Я решила, что это девятая школа. Оказалось, не девятая школа. Но сотрудники девятой школы помогли найти детей, которые ездили в этот день. Фюрографию проходить. Ну да, и к вечеру все позвонили уже мне. На мой номер телефона и извинились. Надежду Петровну знают и уважают многие, поэтому ведут себя скромно. Она, можно сказать, своего рода тоже воспитатель. Сама мама двоих сыновей. Поэтому знает подход к детям, которые начинают вести себя некультурно. Несмотря на то, что конфликты между сотрудниками АТП и юными пассажирами происходят регулярно, полицию не привлекают, а стараются решать все на месте. Если наши сотрудники начинают вызывать полицию, то это получается сход транспорта с линии. И остальные пассажиры не смогут доехать до своей точки назначения. Также остальные не смогут сесть. Воспитанием же детей сотрудники автотранспортного предприятия советуют заняться не полицией, а родителям. Объяснять с малых лет, что нужно вести себя культурно, уважать других людей и их личное пространство. Денис Долгов, Евгений Захаров. Телерадиокомпания «Надым». На проблемы с дорогой жалуются жители деревни Кыштырла Тюменского района. В населенный пункт есть два пути. Длинный, крюк в 10 километров, и короткий. Свернуть с трассы Тюмень-Боровский-Багандинский. Но этот участок сейчас мало похож на дорогу. Почему удобный для жителей путь не приводит в порядок, выясняла на месте корреспондент Тюменской службы новостей Юлия Никифорова. Посмотрите, 21 век. Нормально? Заказной. Вот так и трясутся, едут по грязи. Эта дорога ведет в Кыштырлу, небольшую деревню в Тюменском районе. По словам местных жителей, уже много лет там место проезжей части – сплошные ямы. Нам сейчас дети говорят, а можно проехать? Всем машины жалко. Спрашивают, как дорога? Это же позор. Три километра до федеральной трассы. Обычно водители сворачивают с дороги Тюмень-Боровский-Багандинский и практически сразу попадают в деревню. Это чуть больше двух километров. Проехать можно, но пока не пошел дождь. Во время осадков все размывает. Правда, у местных есть альтернатива. Добираться через село Княжево – это основная дорога. Проблема в том, что она намного длиннее. Ну, вокруг через Багандинку ездит тоже накладно. Бензин-то он сам 50 рублей литр. Куда же нам это самое? И так 30 километров, то ли 3 километра проехать. Разница же есть. Я просто тут по этой трассе ни одну машину кончил. Подвески, амортизаторы. По словам местных жителей, экстренные службы тоже сокращают путь и добираются по необустроенной дороге. Еще в округе сразу несколько баз отдыха. Предприниматели и жители объединились. Они отправили несколько писем в разные инстанции, но проблема пока не решилась. На сегодняшний момент мы обратились в областную прокуратуру и ждем от них ответа с решением, что можно сделать, что нельзя сделать. Ответ дали в администрации Багандинского муниципального образования, к которому относится Каштырла. Там в курсе проблем с дорогой. Оказалось, что она вообще оформлена как объект недвижимости и находится в частных руках. Поэтому прежде чем прокладывать асфальт, нужно договориться с собственником. Необходимо, как я сказал, оформить земельный участок и после этого уже провести необходимые процедуры. Но со своей стороны мы также подали заявку на включение данной дороги в капитальный ремонт на перспективный период. Сколько длится этот перспективный период, в местной администрации не уточняют. Но жители не собираются сдаваться. Юлия Никифорова, Михаил Болбель, Тюменская служба новостей. С наступлением тепла в Большую область всегда приходит еще одна напасть – клещи. Уже более полутора тысяч югорчан обратились к медикам с их укусами в этом сезоне. Наибольшее число пострадавших в лесу и на дачах. Есть случаи в городских и сельских местностях. Специалисты предупреждают – клещи в этом сезоне особенно агрессивны и по-прежнему являются переносчиками опасных инфекций. Корреспондент телекомпании «Седьмой канал Юлия» был о него продолжить тему. В последние годы активность клещей в России значительно возросла. Они стали перебираться из лесов в города и дачные участки. И стали кусать людей в тех местах, где на первый взгляд этого могло и не случиться. Так олимпийского чемпиона из игры Сергея Устюгова укусил клещ на тренировке. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, где активно постит видео своих тренировок. Спортсмен сказал, что из-за укуса он не смог закончить тренировку. У него появились неприятные ощущения в спине. Но тут же успокоил подписчиков. Этот клещ оказался здоровее его. Для уничтожения ксодовых клещей, тех, кто переносит опасные заболевания, активно используется акарицидная обработка. В Нефтьюганском районе в начале сезона обработали 205 гектаров. В том числе территории детских садов и школ, базы туризма и отдыха «Сказка» и «Парус», «Санатория» и «Юган». А вот территории СНТ – забота самих собственников. Хотелось бы, конечно, еще расширять зону обработок именно там, где, допустим, лесные участки. Но не везде эти территории включены. И над этим надо работать, чтобы они были включены в реестр. Переносчиком вируса является практически каждый клещ. Это значит, что укус любого из них может нанести непоправимый вред здоровью. Начиная от заражения энцефалитом до заболевания лайма. Один из самых действенных способов обезопаситься от этих болезней остается создание искусственного иммунитета, то есть вакцинация. Ее проводят в поликлиниках и амбулаториях по месту жительства. Первая вакцинация ставится через месяц, ставится вторая вакцинация. Далее появляется первая ревакцинация через год. И далее вакцинируется человек раз в три года. С детства у нас идет вакцинация. А потом, когда уже заканчивают ребятишки школ, становятся взрослыми, мы отслеживаем эту вакцинацию. И если человек забывает, конечно, мы все равно звоним, приглашаем на прививку. Ну и, конечно, не стоит забывать о правильной одежде при походе в лес. Выбирать светлую одежду с манжетами, головные уборы, не использовать парфюм. При укусе клеща ни в коем случае не нужно удалять его самостоятельно, а срочно обратиться к врачу. Юлия Болонева, Сергей Семеняка, Седьмой канал. Это Большая область. Мы продолжаем. И вот что вы увидите далее. Золотая собака. Жительница Тобольска отдала мошенникам 7,5 тысяч рублей за щенка и йоркширского терьера, но так и не дождалась питомца. Спасение рядового кота. Журналисты телекомпании «Ямал» вызвалили животное, просидевшее пять дней на опоре лэп в Салихарде. Мошенникам все равно, чьи телефоны взламывать. Журналисты тоже страдают. Неприятный случай произошел с корреспондентом информационного агентства «Импульс Севера» в Новом Уренгое. Ее коллегам, знакомым и подписчикам пришли от нее сообщения с просьбой занять денег. Коллеги люди подкованы и денег не дали. А вот знакомые отправили разные суммы. Подробнее о ситуации невольная участница мошенничества корреспондент Юлия Шаркова. Если вы думаете, что журналисты, которые ежедневно рассказывают об интернет-мошенниках, сами не становятся их жертвами, вы ошибаетесь. Мой WhatsApp был взломан. Мошенники от моего имени, моим контактом, отправили сообщение, что якобы мне срочно необходимо 17 тысяч рублей. С момента, как я обнаружила взлом, до момента восстановления доступа к аккаунту прошло 20 минут. За это время три человека успели перевести деньги. Нехитрая арифметика. За 20 минут 51 тысяча рублей оказались в кармане мошенников. Позже те самые три человека рассказали, почему доверились мошенникам. Во-первых, ко взлому аккаунтов в социальных сетях все уже привыкли, а вот с мессенджерами такое происходит нечасто. А во-вторых, располагало и то, что к пострадавшим обращались по имени, так, как человек был записан в моей телефонной книге. Некоторые, конечно, сразу поняли, что сообщения идут от мошенников. Кто-то даже пытался над ними шутить или угрожать полиции. Их, кстати, псевдо-юля сразу отправляла в черный список. А вот с более сговорчивыми и доверчивыми переписки продолжались. В тот момент мой телефон начал разрываться от звонков людей, которые пытались предупредить о взломе. Из-за этого трое пострадавших просто не смогли дозвониться и перевели деньги. Одна из них – моя хорошая знакомая Галина Овечкина. Мы познакомились на одной из съемок пару лет назад. Тогда, увидев, как мы с оператором сильно замерзли, она угостила нас своими ароматными блинчиками. С тех пор я часто забегала к ней на чай. Поэтому просьба занять мне 17 тысяч рублей Галину Юрьевну не смутила. А зря. Пришло смс на ватсап. Ну, типа от тебя. Все. Я такая, ну, сидела, думаю, надо, думаю, выручить Юлю. Вот и выручила. Пришло смс, попросили денег. Я подумала, что это твой друг. Что ему помощь? Да, что это ты написала, что ему, мол. Вы пытались дозвониться до меня? Пыталась. Сейчас как-то это уже смешно. Вчера бровь маленько дергалась. Алина Овечкина по-прежнему работает в блинной и снимает комнату за те самые 17 тысяч рублей. Сумма, которую она перевела мошенникам, для нее существенная. Поэтому мы вместе отправились в полицию, чтобы написать заявление. В полиции объяснили, что на раскрытие таких дел уходит не меньше месяца. И да, вопреки мнению большинства, найти мошенников возможно, если атака проводилась с территории нашей страны. Так, с начала года в Новом Уренгое зарегистрировано 226 заявлений о мошенничестве в сфере IT. Данный вопрос сейчас наиболее актуален. Как видите, почти треть преступления это касается сферы IT. Из данной сферы, из этих вот 226 зарегистрированных преступлений раскрыто порядка 60. Мы ездили по командировкам и устанавливали лиц, задерживали, которые подтверждали факт, что это они оформили. И если они не подтверждали, получается, доказывалось следственным путем. То есть карты были ими использованы, на которые приведены денежные средства, либо абонентские номера. Кстати, о номерах. Карта, которая была привязана к номеру мошенников, принадлежит российскому банку. Ее владелец Леон Андреевич. В банке нам, конечно, информацию о нем сообщать не стали, сказали лишь, что карта уже заблокирована. Запрос делается по получателю денежных средств. То есть вы теперь ждете ответа от банка? Да, будем ждать ответа от банка. Когда получим ответ, направим либо последующий запрос, если это было в наличии, то есть направим запрос на получение видеозаписи, кто снимал деньги, если это был дальнейший перевод денежных средств на уже следующую банковскую карту, делаем запрос на эту карту. Также отрабатываем владельцы этой банковской карты, на которые были в первый раз привязаны денежные средства. Что думаете про этих мошенников? Мне как-то вообще... Ну... Люди этим зарабатывают. Умеют все это проворачивать. На доверчивых? Ну да, на доверчивых. Я ж одна скинула. Трое. Мы знаем, что взывать к совести таких людей бесполезно, поэтому напоминаем, что за мошенничество в интернете им придется ответить по статье 159 Уголовного кодекса, а вас убедительно просим поставить надежную двухфакторную защиту в социальных сетях и мессенджерах и, конечно же, не доверять сомнительным сообщениям. Хотите помочь человеку? Перезвоните ему и лучше всего по видеосвязи. Юлия Шаркова, Виктор Етленко, Богдан Жиделев, Антон Берестянский информационное агентство «Импульс Севера». Продолжаем рассказывать о доверчивых гражданах. Может, их пример для кого-то будет полезен. Решила купить породистого щенка и попалась на уловку мошенников. Так, одна жительница славного города Тобольска лишилась 7,5 тысяч рублей. А вот у другого табаляка сумма ущерба и вовсе составила 6 миллионов рублей. Подробнее о том, как происходят такие ситуации, наши коллеги из телекомпании «Тобольское время». Объявление о продаже пёсика Тоболячка нашла на одном из сайтов. Породистый щенок стоил 15 тысяч рублей. Чтобы убедить женщину купить питомца, ей отправили видео с хвостатым. Приехать за домашним животным нужно было в Тюмень, и якобы для бронирования покупки продавец попросил внести предоплату. Я ему перевела деньги, ну, половину стоимости и всё. И попросила свою дочку также, она разводит собаку, чтобы она как бы проконсультировалась, раз яла по метро с ним некомпетентным. И моя дочка с ними тоже связалась, но она не говорила, что она моя дочка, я могу узнать тоже про щенков. И получилось так, что я перевела деньги, и они это же видео, этого же щенка предлагают моей дочке. То есть мы уже за меньшую сумму, и что вот тоже предоплату начали просить. После предоплаты продавец перешёл на грубый тон, а затем перестал выходить на связь. И тут женщина окончательно поняла, всё это время она переписывалась с мошенником, обратилась в полицию, возбудили уголовное дело. Не стоит доверять просьбам о полной или частичной предоплате за товар, особенно если продажа осуществляется в другом городе или регионе. В большинстве случаев такая просьба говорит о том, что продавец является мошенником. Стоит насторожиться, если цена за товар значительно ниже среднерыночной. Совершайте покупки осознанно и не торопясь, и расплачивайтесь непосредственно на момент получения товара. Из-за мошенников другой табаляк лишился около 6 миллионов рублей. Злоумышленники позвонили мужчине с неизвестного номера и предложили дополнительный заработок на биржевой платформе. Сначала вложил 10 тысяч рублей, ну небольшую сумму, и ему получилось вывести доход в размере полторы тысячи рублей. Но когда уже он захотел более большой процент выводить, ну с этой биржи там уже вложил, там начал деньги занимать у своих знакомых, миллион уже туда вложил 2, 3, 4, 5. Когда у него уже было на, ну получается, на счету около 6 миллионов, у него не получилось вывести свои денежные средства. Тогда он уже понял, что это мошенники. В Тобольске с начала года зарегистрировано более 140 случаев мошенничества. Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банка. Звонившие сообщают, что на Тоболяков пытаются в другом регионе оформить кредитные денежные средства. И для того, чтобы предотвратить якобы эти мошеннические действия, необходимо самим оформить кредит и уже денежные средства перевести на определенные счета. Чтобы не попасть в ловушки мошенников, нужно проявлять бдительность. Если просят сообщить персональные данные или код из СМС, ни в коем случае этого делать не надо. Лучше всего сразу прервать разговор. Светлана Галякова, Шамиль Гулиев, Рустам Рузеев. Тобольское время. Более 20 преступлений было раскрыто в этом году в Сургуте благодаря служебным собакам. Недавно в городе прошли окружные соревнования специалистов, которые борются с преступностью не одни, а в паре с четвероногими помощниками. О том, как животных готовят к службе, какие испытания они проходят, чтобы подтвердить свое мастерство, расскажет корреспондент телекомпании Сургутинформ ТВ Полина Попова. Собака – не только лучший друг человека, но и надежный сослуживец. Именно такой напарник в любой момент прикроет спину, прыгнет в воду за утопающим, наконец поможет предотвратить преступление. Для того, чтобы вырастить пушистого бойца, требуется много времени и усилий, рассказывают специалисты. В среднем щенков для такой работы выбирают возрастом от 4 месяцев. Обучают их в течение года, а дальше 8 лет нелегкой, но интересной службы. Как рассказывают сами хозяева животных, в работе каждый из них проявляет себя по-разному. Чья-то собака, обнаружив находку, ложится, чья-то начинает лаять или наоборот замирает. Мой пес, он легко считывает мое состояние. Если я нервничаю, он начинает тоже нервничать. Он очень игривый, позитивный, он всегда идет на встречу, он хочет работать. То есть он такой. Вопреки стереотипам, у служебных собак, как и у домашних, есть любимые игрушки. Они тоже не прочь порезвиться и побегать в свободное от выполнения заданий в Риме. После того, как собака вышла на пенсию, ее может забрать хозяин. Но если у него нет такой возможности, то животному ищут новую любящую семью. По рассказам кинологов, многим тяжело прощаться с четвероногими напарниками. У меня вот, допустим, собаки, у меня вот один первый мой пес, напарник, в 2013 году родился, списали его в 2020 году. Вот у меня дома он живет, на пенсии даже отдыхает, на диванчике. Потом взамен у меня появилась вот Дакота, с Дакотой работаю. Ричарда я, конечно, не смог себе забрать, потому что у меня уже дома есть две собаки, одна с Панелькой и пенсионер МВДшный. А нашли достойных хозяев ему. Он сейчас на пенсии в Нижневартовске, на ферме, с лошадьми гуляет. Умение собак выслеживать преступников и обнаруживать улики порой становится ключевым моментом в расследовании тяжких преступлений. Только в прошлом году в Сургуте эти животные помогли выявить и предотвратить более 70 нарушений закона. Продолжу звериную тему. В Салихарде на столбе кот сидит пятый день подряд. Помогите снять животное. Такую просьбу о помощи адресовали местные жители редакции телекомпании «Ямал». Обращения в другие инстанции остались без внимания. Корреспондент компании Вера Дронзикова выехала к месту происшествия. Теперь мы из первых уст можем узнать, как там дальше развивались события. Этот кот на столбе сидит пятый день подряд. Сам он слезть не может и обычные граждане также не могут ему помочь. Нет ни средств, ни возможности залезть на этот столб. Наверху пушистый оказался, спасаясь от собак. Все это время хозяева, да и другие жители района пытались снять его сами и обращались куда только можно. Собака, получается, гоняла кошку по двору здесь, потом в итоге загнала на столб и сидит вот так вот уже. Получается, пятый день пошел. Не может слезть сама. Сразу начинаем звонить во все экстренные службы. Кот в это время снова предпринимает попытку спуститься. Кот пошел на провода, это жесть. Если они сейчас не успеют быстро приехать, то все. Кот, держись. Спустя 20 минут в дачное товарищество приезжают энергетики. Александр Лавров – сотрудник филиала «Энергогаз Ноябрьск». Прежде чем подняться на высоту, надевает страховочное оборудование. Чай, вышка приедет? Едет, да, уже вышка? Да, подъезжает. Вот едет машина, едет лестница, и сейчас будут поднимать уже лестницу. Я надеюсь, что все будет хорошо, и бедолагу спасут, а то кот уже на провода пытался залезть. Итак, спасательная операция началась. Мастер говорит, что впервые ему приходится снимать со столба животное. Постепенно техника поднимает человека. Главное, чтобы сейчас кот дождался, а не попытался спрыгнуть или убежать от страха. Ребята говорят, что кот сам в руки идет. Опа, вот он, все. Ура, кота спасли! Супер! Пока лестница опускается, волнующиеся за животного люди благодарят энергетиков. Так, ребята, я забираю кота. Аккуратно. Так, он царапается. Все, кота спасли. Удача нам сегодня повернулась лицом. Вот ребята тут переживали все. Ну, короче, спасибо всем, кто помогал. Кот пять дней просидел худой, замерзший, весь испуганный. Но уже есть дом, вот девушка сейчас забирает кота и отдаст хозяева. В общем, кот спасен. Вера Дронзикова, Алена Никитенко, Время Ямала, Салихар. Все, кот идет домой. Такое увидела картину жизни в регионе творческая группа программы «Большая область». В студии был Андрей Жилин. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!